катится блять всем блять добрый день сегодня по взрослому снимать для формат байк съебать и крепление от крисов рума короче чё ребята белые ночи придумайте продолжение сами первая новость отъебнула гоупрошка вот но мы снимаем сейчас на великую камеру белую соньку вот такой за ауэнная камера блять и камера вот десятка десятка марафон сегодня работаем вот уже завывание снова копы на хвосте остается минута до старта сейчас будем десяточку смотреть в этом году нас подъебали с трассой потому что старт и финиш разных местах и придется со шпаренной жопой бегать туда-сюда еще я не знаю совершенно какие составы потому что мне коля ляликов сказал там такие составы там такие составы просто ебейшие призеры нахуй чемпионы еще и все те же самые лица что мы обычно видим в анонсе были поэтому сейчас вот пачечка ним километр где-то до нас бежать увидим кто-то мы будем принимать решение все с камерой сам поговорил сам собой сейчас нормально едем снимать так ну чё едем аккуратненько так смотрим что у нас происходит все эти девчонки которых мы уже видели так ну вот аня тропина да аня тропина для шоссе это у нас кое-что интересное викулова значит сразу разъебывает дима не торопится работает в своем темпе чтобы потом этих стариков наказать полтора почти пробежали аня приклеилась мужикам которые не боятся бежать к сзади в пачке у нас ничего не меняется тропина решила по паровозить вот он киси король бежит едем смотреть что тут у нас у мужиков да серьезно настроен россия в пачке пошел я не знаю кто эти люди но и мужик пиздец как тяжело 1 плахотник овчавкин остальные оху его знает кто там ой блядь в голове группы у мужиков конечно нихуя интересного не происходит там бежит их 8 человек значит они хотят довести все до финиша самое прикольное что я нихуя не понимаю когда камера снимает будет такой гарм если никуда реально не снимет веку делает хорош 50 метров минимум неизвестный место подоплавилась подополилась полет подоплавилась посмотрим что там происходит подальше в группе до нас монастырский пилотончик артурчик и поля дети состава не ебаться в рот и меня наебал что ли я не понимаю ладно не отвечай потом поговорим кстати с коляном и артуром подкаст пиздатый вышел вот реально сто лет ну оффлайн его не записывал подкаст и вот с парнями мы посидели на прошлой неделе сучка будет в описании подкаст реально хорош highly recommend us алла сидорова на все бабки валят и тут у нас сейчас зачитаем фамилии блять сами зачитаете димася блять что тяжело ему такие бля ляхи отрастил ёбаный мой глаз камера не подведи не подведи камера надеюсь она нормально снимает так что смотрим на обзор велосипедов сузей вот замечательные кдл гравийный ошибочка ошибочка блин звезда похоже просто не у я просто не разбирать его себе один за елка это не угадает давай еще варианты блять мы подожди тут уже снимать пора ну я не знаю тритон этот небось единственный человек который успел тритон купить до того как всех наебали за днях пришел чуваку тритон португаньский нормально не херай себе португальский тритон существует фото пришлешь что пруфы приложить а то скажите горын наебывает блять я думаю скоро будет фото ну вот викулова для отрыв конечно колоссальный уже около 100 метров что здесь у нас чашкин джазит продолжает джазит на уровне но для себя он наверное повыше пупка джазит но это тоже ничего карепин гриша баня пантеров этим ребятам тоже через месяцок рубиться на ночном дима сейчас старого старого сожлёт чуть-чуть осталось дим давай тренера съедай видеофиксация будет ну все пиздец джа взрастил блять пиздюков которые тебя сейчас нахуячат давай я типа снимаю джаз его разъябывает димасик сейчас нахуй делает для дела сань нахуй ты вот так натренировал а ловим на развороте бурзов что интересного у нас происходит ну джаджин ученик дал джаджи пизды например вот это недостаточно интересно вон пары сказали снимать ладно перемещаемся в голову группы так поля давай давай на все бабки все что осталось а 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 увидеть увидели ну у мужиков плотность результатов плотность плотная но результаты результаты норм артур бурсов мвп нахуй этого вечера спресс включение я сегодня бежал 10 километров был восьмой вернулся обратно и уже теперь работаю на самом деле говорят сегодня мвп забега тебя до ленточек провожали ты конечно вообще лучше давай пятачок прямо в камеру ну чё хэнк в эфире марафончик начали сейчас все будет спокойно размеренно я думаю что не будет сегодня никаких сюрпризов единственное что всех интересует это две вещи да даже три наверное насколько хорош окажется риунков после московской половинки насколько окажется дима неделя после своих чемпионских тренировок и волк конечно же еще вот запах говна сейчас какой-то присутствует просто чуть не убрали меня вон они пошли ебать у трошкина труханы вы видели труханы трошкина бабло приехали зарабатывать мужички о а вот и наш кандидат все поехали работа и надала волка нельзя подвести миша пейсмейкер тысячелетия что у нас тут происходит значит степа и неделин сразу сели миши в ноги решили не отсиживаться да риунков лейман павлин и трошкин но в принципе все кого вы здесь ожидали увидеть блять шо и скандер что ли технология будущего хороший сутап такой чуть-чуть тяжелый немножко не аэродинамичные но работаю я не блять вот так аэродинамика работает ну так нихуя не снимает чем у нас тут ларик серега и гуляют по вечернему питеру но вообще вообще это fair play называется вот так вот они бегут вдвоем плечом плечу девчонки значит сидят на третьем месте у нас здесь достаточно все четко определилась с первых метров дина ой какая дина луиза с мариной за пейсерами здесь девчонки так у нас тут диспозиция меняется и стафета разъебала и стафету разъебывают нормально сразу девчонки получается убежали у меня степа сказал начни свет ну не тихо как бы мы так поговорили когда разминку делали 340 начни примерно я думаю ты 340 начнешь я реально начала 340 и 41 340 в принципе не комфортно и потом потом я уже когда на 335 принципе мне тоже хорошо было я уже может обижать все понедельник лейман трошки блять это в черном интересно это пейсер это пейсеров можно блять похавать пока горе ждем вот он вот и вот он грамм фонда бля дождались девчонок так у нас луиза где-то втроем пока какие втроем вдвоем они там вдвоем я говорю луиза и марина так что луиза выиграет маринку давай ты все равно я хочу увидеть лично ее бег потому что здесь все равно пока ты видишь только бег сафронова они начали по как бы как по пейсеру заказали по 335 но на вид они обе пока катают вату и там потому что эти двое катают вату но нет они бегут как им сказали типа по 335 их сказали в общем я жду десятки дима неделин решил не затягивать и устроил просев пачки завал нахуй на роликов вот лёша ревунков хорошо что он не видел ватикин кружок где он сказал что он выиграет лейман вот он лейман на третьей позиции бежит я думаю что на самом деле он скорее всего в своих силах уверен и планирует накатить под финиш дальше Стёпыч и дальше неделин Дима так вот человек в нашем хути как бы его не сбить наверное мне надо было более холоднокровно не дергаться за неделиным а идти своим темпом и набегать последние 10 километров а я в итоге дернулся за недельным к 16 километру подбежал и был очень уже уставший у меня были только мысли как мне еще бежать 20 26 километров с таким маленьким количеством сил блин вот просто посмотрите какой у нас тут невероятный разрыв просто никого целая улица пустая и вот туда тоже пусто просто ни-ка-о-о никого вот сейчас вот Дима недельным побежит я думал он дернет километра два пробежит успокоится и мы дальше пойдем вместе а он продолжил топить убежал ох Дима конечно залез в глубокие воды пиздец только марафон начинается а он уже один остался просто пиздец но он наращивает отрыв очень мощно он очень мощно наращивает отрыв и Стёпу тем временем добрал лейма я в итоге остался один потом меня ребята догнали я долго сходил от этого рывка но наверное я был не готов к такому переключению сейчас будет видно хорошо разрыв разрыв 300 метров я думаю где-то так лейман справляется с пунктом питания уже неплохо Дина Дина возвращаемся к Дине посмотрим за Диной так сейчас я чуть-чуть проеду проба Благовещенский мост пробегают тут без изменений так здесь все без изменений девчонки бегут в закат убегают так Дима неделя найдет подходит к 19-му километру ебать он свежий такое ощущение что он около 500-600 метров везет парням ну еще судить рано на самом деле отыграть могут спокойно что Диму поставит а может мне поставить вон смотреть мы подбираемся примерно к середине дистанции и у нас просто колоссальные разрывы вот здесь Трошкин лупит в одиночестве вот Леша Рюнков Леша Рюнков держится держится на контролируемом расстоянии оно не увеличивается и не уменьшается впереди Степа с Лейманом а какой у тебя был план изначально? план был бежать своим темпом и изначально вот когда нас Миша Максимов втащил там по 3.10 это меня вполне устраивало прям такой это комфортный очень темп был и потом вот это резкое переключение Димы оно просто расстроило все планы причем не только для меня и для всех и для Степы и для Андрея Леймана ну и можно сказать убило вот эту борьбу а может наоборот ее как бы навязало и я просто в этот момент не знал что делать меня либо остаться с группой которую Миша пейсил там ну он конечно там 3 на 3.11 уже скатился либо пытаться вот ну как Степ доставать постепенно ну в итоге я вот решил бежать своим темпом там по 3.08-3.07 где-то я за ними и в итоге я вот это их переключение резкое оно сыграло я к двадцатке и уже к ним подобрался ну чувствую что они как бы немного наелись Реунков сейчас подберет Степу Реунков сейчас Степу подберет с Лейманом народу пиздец тем временем Реунков собрал Леймана и Степу и вышел вперед охуеть впереди смотри что впереди смотри какое мясо впереди просто спина что за мясо блядь и поет он вот они втроем бегут как три свободы и впереди нас ждет самый грустный участок где не будет пьяных школьников и где будет только только ты и твоё гипо там будет ебать это что такое ёбаный рот давай 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 сейчас блядь все закроет 24 часа давай 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 ещё блядь прокидывай туда её с ждем дину между прочим довольно таки рядом мрадис искандер бежит куртяжки для чем делает что-то лепит дина надеюсь ты не сошла иначе находит стоял для стекла говорит что ты хорошо что я не началась девчонками потому что для первого раза для первого парафона это рисковать рисковать я говорю вот эта марафонская стена если в этот раз не настигла она достигнет когда-нибудь она меня достигнет но ты не думаешь что марафонская стена настигает если ты не готов ну типа быть ночью степа не готов что ли кто-то мне как недель не готов так я думаю без шансов сейчас догоним посмотрим дина в пачке с парнями идет неплохо прикрывает дина отлично прошла пункт питания в эту нужную бутылку с каким-то червяком длиннющего молодец мне кажется есть шанс ковалёбу достать так ставим секундомер ждем дину прошла с того момента кризис погружала марина ковалева и вот идет дина дина минуты 50 от ковалева а что пошло не так после когда 10 километров доставалось я просто начну как свалить какие-то половинки а у тебя есть понимание в чем причина это ну это я думаю вот с питанием что-то мне надо что-то поменять могу попить либо на тренировках либо вот уже во время дистанции стёпа стёпа стёпыч летит релункову где-то 200 метров ладно 150 крува 150 летит релункову а релунков тем временем начал поджирать недели на так засекаем отставание так дима прошел засекаем здесь у нас релунков смотрим ёпты мать подобрался отсечка минуту 0 3 ну бля уверенно идет мне кажется дима капать уже начал стёпа отсечка минута восемнадцать релунок начал поджирать слушаем сюда блять чё за хуйня короче минута 0 3 отрыв у этого недели на тренировка да и у волка получается минута семнадцать а дальше ты меня сбил я уже нихуя никого не отсек ну короче минуту 0 3 минуту 17 но дима капать начал потихонечку вот стёпа вот релунков ох интересно нас ждет по ходу концовочка у тебя включился азарт когда ты увидел недели на да 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 ну я в принципе мне говорили что он в минуте впереди и потом я как-то неожиданно увидел что он всего в 100 метров я думаю это вообще его так ставь ставила что ли и я когда его догнал я понимал что уже ну как бы он не конкурентоспособен и просто как раз кричали что стёпа догоняет вот это меня больше беспокоило и вот как раз со стёпой тут борьба была вообще прям очень жесткая сам не поверил как это получилось вот лёша он дима в глазах читается что он готов его схавать я посмотрю блять чё у дима блять в глазах читается вот он блять кто скупился европейские стоки блять чтобы выигрывать бегунов на велосипеде блять так вот дима дима поджираемый голодный толпой так тридцать пятый километр дима смотрим ого или улков там даже отсекать ничего просто жесть дотянулся да вот это будет бенгер смотрите все все трое поместились все трое на картинке рюнков обходит недели на я понимаю что для меня гонка закончилась я просто добеги только до финиша пожалуйста только дотерпи до финиша там сядешь и отдохнешь легко сожрал недели на какой ты результат планировал когда бежал со старта ну в голове я держал мысль 214 если я думаю спокойно начал можно было претендовать на это время но то что было сегодня это просто пипец просто разъем просто пиздец вот нахуй и никакого чуда ну дима блять делал все что мог на но переоценивать чуть-чуть возможности поскольку ты добегал добегал по 3 45 уже я уже поняла да по четыре минуты все равно главное такая заковыляет до финиша просто финишировать и все поэтому блять такая история произошла волк борется до последнего мне кажется у него есть шанс все дима кончился пиздец жалко но это факт о неделе на испортил весь марафон белые ночи потому что он решил пробежать полу марафон в рамках марафона но для него не знаю это опыт как бы он сделает выводы из этого опыта или также будет пытаться дальше делать посмотрим стёпа отыгрывает у риункова получается отставание бля вот это конечно конфету они слепили это блять надо было такое сделать уметь давай давай волчара блять жри его я что зря что ли носки тебе покупал велосипедные так блять пошел 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 старичок давай старичок делай-делай-делай делай-делай-делай вот они вот они все еще бегут вместе за машиной с часами кто же кто же кто же где он я не вижу охренеть они все еще бегут вместе все ребята так что там совсем натягивать пошел я пытался там оторваться у меня не получилось Думаю, что мне надо было оставлять всё на финиш, первый вариант, и не тратиться попытки убежать. Вот, вот оно, пошло, пошло, пошло. Я начал пытаться убежать, в голове у меня было, что осталось там 2 км, а по факту оказалось, что там больше 3 км, и я как бы когда посмотрел, что ещё бежать дофига, я немного так притух, затух, и Лёша воспользовался этим моментом. Вот, хорошо видно, отрыв метр-два, что-то мне кажется Стёпа начал подотваливаться, всё, выходит вперёд. Ой, Стёпа, ой, Стёпа, чего же ты ждёшь, чего же ты ждёшь, какого же ты ждёшь участка. Ух ты, ё-моё, Реунков, Реунков, Реунков. Стёпа слегковым остался, Реунков убегает. Блядь, Стёпа, давай, 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 Стёпыч. Волк, давай, Стёпа, блядь, по-братски. Давай, Стёпа, найди её. Найди её, эту передачу. Бля, не находит, не найди её, не найди её, Реунков, вот он. Вот он, Реунков, 50 метров кинул. Откуда этот спринт в нём? Откуда эта сила, откуда эта скорость? Ну, а как сказал Стёпа, Реунков, наверное, по-настоящему зол, по-спортивному. Хочет все свои неудачи и травмы залечить этой победой. Комментарий излишний. Я думаю, эту дырку уже Стёпе не закрыть. Вот он, Реунков, бежит к своей победе. Стёпа его уже не достанет. Всё, это верняк. Это верняк. Надеюсь, Легко Стёпу на финише не ёбнет, иначе это вообще будет просто фиасто. Скинут, посмотрите на эту злость в его, в его глазах. Добегает он. Я бы сказал, такое марафонское возмездие. Я вернулся, говорит он. Я, Алексей Реунков, и это феноменальная победа в марафоне «Белые ночи» 2023. Поздравляем, поздравляем Алексея. Радости. Выдающийся результат. Это феноменально. В 39 лет в такой грозной конкурентной обстановке одержать выдающуюся победу. Красивую победу. Яркую победу. Рабочую победу. Сколько атак ему пришлось отразить. С чем в спортивной карьере можно сравнить это? Сложно сравнивать с медалями на чемпионате Европы. Но победа на марафоне – это сравнимо, как в Омске я выиграл. Даже, наверное, по цене. Потому что здесь соперничество было такое большое. И просто в таком возрасте, когда уже меня как бы списали, и вот это возвращение после травм – это, ну, как бы, меня вдохновляет. Я, как бы, себя почувствовал на 27 лет. 12 лет сбросил, ну, как бы. И я вот, как бы, кайфую от вот этого состояния. В общем, все, как ты говорил, чемпионат России был здесь, и ты его выиграл. Да, да. Красавчик. Да, вопрос с травмами. Он у тебя закрыт. Ничего не беспокоит больше. Ну, сейчас вот был момент небольшой такой, дискомфорт был, да, в икроножной мышце. И это не такая неострая травма, просто перегрузка, наверное. Я, как бы, вовремя этим занялся, там, с массажами, и все. Ну, как бы, проскочило вот сейчас. Потому что, ну, в голове сидело, что может в какой-то момент стрельнет. Ну, вроде все нормально, остальное все отлично. Как прошла подготовка? Какие... Могли держать большие объемы? И какие скоростные работы давалось делать? Не, я отказался от больших объемов. Прям принципиально. Потому что уже все, как бы, я понимаю, что выше 180 для меня это уже, как бы, хождение по краю лезвия. Это уже на грани, что я могу травмироваться. Поэтому я держал где-то 160, от 160 до 180. Ну, максимум где-то 190 вылезло. Но зато ровно. И, ну, интенсивность у меня, как бы, всегда она такая, как бы, не скажу, чтобы что-то фантастическое, как у Димы Неделина. Но в то же время я какие-то вот скоростные работы сейчас в последнее время подключал, там, ну, пятерку, там, перед полумарафоном из, в тренировке из 15, там, 14-49, что ли, сбегал. Это, ну, не просто одну пятерку, а там. И, ну, сейчас вот тоже перед марафоном чисто разогнаться, там, тройку, 8-46, и после этого тысячу на 2-45. Ты один из самых возрастных участников. Что будет дальше? Какие мысли по ближайшим годам? Ой, я не могу загадывать. Ну, как бы, я хочу остаться еще в это, в спорте. Я, насколько это позволит. И, насколько позволят соперники. Потому что, вроде как бы, и смены пока еще нету. Поэтому, ну, год-два, наверное, я еще побегаю. Ну, буду смотреть, исходя из собственного состояния. Доволен ли ты сам? Ну, сейчас пока недоволен, наверное. Потом, когда буду анализировать, может быть, еще сильнее буду недоволен. А может быть, наоборот буду. Ну, наверное, я получил какой-то, не то что пинок, но заряд, заряд на будущее, которым надо воспользоваться и, как бы, подготовиться лучше, стать лучше, сильнее, чтобы не проиграть. Вадик, Вадик, блядь, не подвел, получается. Отсечка по Кану, ебать, называется. Очень уверенно. Отсечка по Кану, это победа. Это победа. Это вин. Это вин. Вот нах, марафонцы наши, бля, любимые. Малыши, блядь. Ломайте, ломайте его туда, ногой. Костян, нихуя не делаешь, стоишь, давай что-нибудь накидываем. Я накидываю. Заебись. Пиздец там, да, три? Сейчас отсечка по Кану ебать будет. Марина Ковалева, ооо, был бы сто. Поближе Марину Ковалеву можно было представить. Две минуты одиннадцать. Ну, кто же их по такой траектории-то ведет, а? Вдоль забора техника была применена. Вот она, бежит. Так, что там, Дина решила похавать, да, перед финишем, значит? Я вот реально боялась этой марафонской стены. И боялась, что меня сейчас накроет. И я до последнего, до сорокового километра этого боялась. Я, когда увидела сорокового километра, такая, ну уж сейчас накроет. И реально, я только тогда сказала, но сейчас мне точно. Ну и пофига, что там у меня икроножка стреляет. Я уже думаю, все, я сейчас точно накроет. Ну и когда у меня еще временами было, когда вот икроножка стреляла. Я смотрю, темп такой, смотрю 3,42. И я такая, ооооо, блин, неужели это сейчас как-то подходит, подходит. И я прям, я такая, хоп-хоп, короче, ручками поработала. Скорее, слава богу. Я говорю, это просто, это просто я расслабилась. Ага, а как ты думаешь, если тебе экраножка не забеспокоила, насколько бы ты смогла быстрее пробежать? Мне просто говорили, что я Ковалева догоняю, потому что там вот все говорили, что я догоняю уже, типа это. Я думаю, 32, если бы я ее еще увидела, я ее не видела. Как бы у меня бы азарт появился. А так, я думала, вот то, что я все-таки не зря сказала, что я 2,32 хочу. Потому что, ну, на самом деле, если бы ничего там такого не было, и потому что я 2,32 с маленькими, то я вообще не делала. Просто тут, когда вот за 10 км реолитры начали сводить, у меня уже внимание, концентрация, знаешь, прям туда. Уже хочешь, не хочешь, так, так, экраножка, как там, вот это все чувствуешь, уже все, все туда уходит. И на последнем, где-то на 35-36 км, когда я одна осталась, я такая думаю, уже, так, вот это то, что там внизу мы оставляем, не думаем, а при этом концентрация, так, голова, кофе, мы все движем. Я прям вот так это сделала. Я говорю, пускай, что там творится? Да, все, я убьюсь. Все, идем. Мы все-таки увидим результат из 2 часов 30 минут. Всего 30 секунд остается, и буквально последний финишный метр мы видим уже на всех экранах, которые посвящены вам, зрителям. Посмотрите на Луизу Дмитриева. Улыбка расцветается нам в улыбке и разрывает финишную ленточку с результатом 2 часа 29 минут и 44 секунды. Это новый рекорд марафона «Белые ночи», дорогие друзья. Результат, который теперь будет вписан в историю. Луиза Дмитриева, чемпионка марафона «Белые ночи» 2023 года. Я режим сдвигала, так как я вообще люблю ложиться рано в 9, 9.30. Я ложусь спать и просыпаюсь рано в 6 часов. И вот у нас сейчас финиширует Дина Александрова за спиной. Вот скажи, у нее дебют 2.33. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, для дебюта она хорошо сбегала. У меня дебют был 2.34 в Москве. До старта ты там ломалась, короче, и не говорила, какой диапазон у тебя был. Каким результатом ты будешь довольна? Блин, я не хочу говорить. То есть есть, да, вот эти предрассылки? Предрассылки. Хоть все поговорить, но у меня, конечно же, есть. Я хочу... У меня есть там конкретный такой этот диапазон, который если я буду укладываться, то, в принципе, я буду довольна. А сколько минут диапазон? Три? Две. Какой был диапазон? Я хотела сразу 2.32. 2.32. Но ты сказала тогда, что у тебя двухминутный диапазон. То есть это что, было 2.32-2.34? Ну да. Я такая думаю, если я сбегаю 2.34, в принципе, будет хорошо, но не довольна. Но я прям хотела, чтобы 2.32. Прям первый марафон хотел 2.32. Ты почувствовала, например, что марафон это твоя? Я думаю, да. Надо было, надо было раньше поправить. Прям уверенность появилась, что я могу еще быстрее бежать. Ну, второй марафон, как бы, я в этом году точно побегу. Второй марафон пока не решила. Не решили с тренером, что я буду побежим. Но уже буду на результат реактивно правдив. А как ты вообще думаешь, какой у тебя в марафоне потенциал? О-о-о-о. Так, из 2.30 точно. Ну, из 2.30 понятно. 2.26 я хочу такие-нибудь, да, и с тренером точно. А-а-а, ну, молодец, да. О, Эза, спасибо тебе большое. Спасибо, что нихуя не снимаешь. Классика, блядь, все, спокойной ночи. А ты огонек, да, палец? Обнялась. Бля, я всю ночь до утра. Бля, может, нахуй нам куда-то ехать, переодеваться? Ну, так забухаем. Да. Так же забухаем. Спасибо.